Всем привет дорогие друзья! С вами снова Новозар и мы продолжаем проходить игрушку Ведьмак 3 Дикая Охота Итак, мы остановились вот у этого города, в город мы с вами заходить не будем И пойдемте с вами по основному заданию, по основным квестам Все-таки попробуем найти жену барона Мама! Ты где? Так, мне нужно выбрать задание «Хозяйка леса» Посмотреть на карте, где она Она где-то в топе Так, топе, 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 где у нас топе были? Субтитры подогнал «Симон» Так, прочитать книгу «Хозяйка леса» Уберемέраемifts «Хозяйка леса» «Хозяйка леса» «Хозяйка леса» «Эква леса» Хозяйка леса «Мехarias» «Мехarias» «Кто это, номера, неPOSа» «Мехарайка леса» «Хозяйка леса» Боги покинули нас, сильные, мира всего безразличны к нашей судьбе, только хозяйка лес смотрят за Велином, злой час, когда в море голод забирает обильную жатву, просит хозяйка помощи, если им будет угодно, они не зайдут к просьбам и отвертят злую судьбу, вот как следует обращаться к хозяйкам, так, мы попрочитали, так, теперь она закрылась карта, и давайте посмотрим, где она есть, эта хозяйка, так, Так, она у нас вот здесь Так, значит, нам нужно вот сюда переместиться и починить свое оружие Меч у нас сломался, без меча что-то не хочется в топе идти Вперед плотва Интересно, в этой локации все время дожди, такая ужасная погода, ветер Чем могу служить? Мне нужны доспехи Так Так Давайте починим все Ну это более-менее Бывай И пошла Полностью готовы Чтобы добраться до топи и посмотреть, что же это за ведьма Вперед плотва 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 Продолжение следует... 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 Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причину тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про его себя. Бойзно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами, тогда еще много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала. А солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая. Совсем без головы. А потом мама. Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь? Да нет, конечно. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Так. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка под краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Пойдемте посмотрим, кто такой этот Ивасик. Пойдемте посмотрим, кто такой этот Ивасик. Я в жизни, жизни, жизни. Что-то я проследил. На сохранение. Это так, срочно. Уходим, отходим, 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 отходим деревню. Так, медитация. Уходим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Опа, что это на жизнь такое? Давайте сойдем. Так, куда ведут следы? Какие-то вообще непонятные. Обереги или что это такое висит. Так, давайте помедитируем чуть-чуть и сохранимся. Ну его. А то сейчас там такое может и Васик показаться, что мало не покажется. Следы ведут к норе. Интересно, что внутри. И Васик. Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожек. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся. Не бойся, я никого не обижу. Ты здесь живешь? Нора уютная и место хорошее. Ты, наверное, знаешь все, что творится на топе. Тебе не мешают чудовища по соседству? В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Зараза. Зараза. Что это было? Я не понял, что за взрыв был такой Да, что-то шарахтало, но у меня бомба нету Да, Басик, ты где? Я не понял Да, Басик Не отходи от меня Блин, я пиво выпил Думаете, что это за такое-то у меня в глазах-то все троица Так, ну-ка, давайте помедитируем чуть-чуть Мы пришли? Да, я огляжусь На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть Опа Опа Не нравится мне это Опа 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 Ха! Так, ну куда-то прилетел там. Так, давайте чуть-чуть помедитируем, хотя бы часик. Так, и мне нужно брать пиво, то от пива что-то меня колбасит. Так. Не понял, что у нас вообще еды нету, мы же покупали вроде еду. Так. 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 Странно. Вот он. Так. Так. Кто это? Гарпя. Давай. Может мне нужна эта бутылка? Так. 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 знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз как лесной ручеек, а иной раз как гром. Ну и будем тусны, болтаю я столько, что льется как из бочки через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел как всегда сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я значит довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда появилась девица, молодая, серовласая, как ты сказал. А у того лавок она была ранена. Едва дышала от усталости. Она получалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я конечно уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Я был в деревеньке, на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она приветовала? Мягко сказано. Фу, значит это не я странная. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит, будто меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болота не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. Бедные, злые. Лучше их не злить. А если кто-то все-таки перешел им дорогу? Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь, как им вздумается. Гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Если она побежала в сторону приюта, может опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать и тоже тебе помогу. Пойдем. Подбегите свою latex now. Гиди, пожалуйста. Осторожно! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушка, о которой я спрашивал Девушка, о которой я спрашиваю 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 Напившись гнева и страданий, темная сила восстала у Штейгеров. Уничтожь бестию, и мы будем тебе благодарны. Все расскажем о твоей паршне. Темная сила? Вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями? Староста деревни Штейгеры тебе все расскажет. Не забудь только взять с него плату, как выполнишь задание. Теперь наша служанка даст тебе стилет. Стилет? Зачем? Покажешь стилет, и староста поймет, что ты от нас. Он во всем поможет. Со старостой я поговорю, но ничего не обещаю. Шевелись, женщина! Отдай стилет! А ты возвращайся, когда выполнишь задание. Да, госпожа. Стилет. Принести стилет. Вот тебе стилет. Хозяйки велели тебе дать. Даю этот стилет. Плату от старосты положишь на валун. Лысый валун. Валун лысый. Знает валун. Валун слышит. Так, побежали в старостях. Зарвать ее. Что ты делаешь делать-то? Да, да и погода там. Стилет. Стоять. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...